Всем привет, 5 октября, пивная пятиминутка и Илья. Сегодня у меня в гостях Олег. Поздоровайся. Всем привет, ёптвы. И это значит, что у нас на столе от Олега опять пшеничка. И не просто пшеничка, это кульминация. Всё, вот оно, ребята. Ждали вы её, да? Урвайс, мать его. Айнгер. Самая, как многие утверждают, а-ку-е-на-я пшеничка с фирменным этим. Ну, давайте попробуем эту вишенку на торте. Да? Поздно уже сказал. А мы всё равно сболтаем, потому что мы в кружку наливаем. Мы её будем полностью наливать. Вот она. Ух ты! Ну, что я могу сказать? Карамельный, насыщенный цвет. Ну, блин, это пшеничка, поэтому пена, походу, у нас будет отстаиваться долго. Ну, мы пока бутылку почитаем и посмотрим. Сколько будет стоять эта волшебная пенка? Я думаю, нормально будет стоять. Если нормально стоит, то стоит. Это хорошо, да, когда нормально стоит. Чё там на дне-то ничего нету? Нормально всё. Так, 5,8. Ни хрена себе алкоголя. А розлив-то он аж. 25 марта. Но я думаю, смотрите, возраст тут в данном случае нам не влияет. Если будет кислить, то это хрен с ним на вкус, да? Но я-то ищу уже не вкус, а именно плотность. И вот смотрим. Айнгер Урвайс. Пиво тёмное. Вот это поворот. Не пастеризованное, не фильтрованное, не осветлённое. Пшеничного верхового брожения. В скобочках полутёмное. Так что... Состав. Вода питьевая. Соло пивовальный пшеничный. Соло пивовальный чменный. Хмель гранулированный. Дрожжи пивные. 5,8 на 13,3 плотности. А у нас что-то было ведь 13,3, да? Это не самое плотное пиво получается. Камба, что ли, было 13,3? Что-то было плотненькое. Глянь там. Она здесь с моего... Пу-пу-пу-пу-пу-пу. 13,5 было. Даже 13,2. 12? 13,2. А, ну чуть меньше. Ну нет, что-то было 13 и тут. Ну всё, Германия, что тут? Кстати, срок годности тоже не год почему-то. Ну что? Янтарный, очень насыщенный янтарный цвет. Пенка потихоньку от нас уходит. Но мы не дождёмся, когда она уйдёт. Это будет очень долго. В любом случае, вот шапка-то останется ещё бы долго стоять. Так что смысла ждать нету. Блин, его же надо было... Открываешь, Кайангер, открываешь. Шо ж я такое, а? Профуфлыжу. Ну что ж. Ну кислыми бананчиками пахнет. Ладно, чё? Пенка всё равно аромата даёт. Давайте пробовать эту вешенку на торте. Блин, так мне бы допил как-то добраться-то. Не то. Оно вкусное. Причём я почему-то там чувствую карамельный солод. Вот как вот цвет, да, такой карамельный. Но янтарный. Но вкус я тоже самое чувствую. Я бы не сказал, что оно плотное какое-то, нажористое. Хотя я сделал лёгенький глуточек. Лёгкая, кислинка. Даже алкоголь где-то прочувствую. Ммм, как крепкий в пивасах, знаете, этот амбре идёт. Вот, его я чувствую. Ну, а-ля карамелька. Вот этот вот петушок на палочке. Вот все такие дела. Ух, пена-то какая плотная. Задену, чтобы полег его потом не пил. Пиздец. Там монетку можно на него класть, наверное. Пластмассовую. Или хуй на него положить. Не, ну плотно. Напиздел. Ну, чтобы самое вкусное из всех за цену 375 рублей мы его взяли вот буквально только что. Как бы, ну такое себе. По скидке 360. Но я не знаю. Олег потом за кадром попробует. Оценит. Он же у нас спец в пшеничках. Если я сейчас всё не выпью. Если ты всё выпьешь, ты, Сергей, нажавёшь, всё хуй. Да нет. Я вчера вон квак пил. 8,4 градуса. И нормально. 750 миллилитров. Бля, щётки есть. А? Чё есть? Не. В общем, с лёгкой кислинкой. С какой-то вот карамелькой. Чуть-чуть бананов. Ну, хера его знает. Вкусно. Вкусно. Сбалансировано. Да. 5,9. 5,9, да? Или 5,8. 5,8. Вроде как не ощущается. Ну да. Ну, на жёре. Чуть-чуть. У меня живот начинает набухать. При глотке это не чувствуется. А вот животик-то пополняется. Нормально. Просто цена какая-то неадекватная. Вот в чём проблема. Для Олега она неебическая. Я там почти каждый день дыгаю. Вот и всё. Вот мы и подошли к кульминации пшеничек. Лучше мы, наверное, больше ничего и не попробуем. Да и Олег сказал, что завязывает пшеничками. Так что будет нам приносить дальше всякие пилснеры, хелесы. А, мы всё перебробовали. Вот в чём проблема. Всё, на этом будем заканчивать. Поэтому не болейте, берегите себя, будьте здоровы. Открывайте для себя новости или пива. Это урвайсы. Старые вайсы. Вайсены, да? Урвайсы. Или аутентичные, как можно перевести ещё эту приставочку. Ур. И открывайте также для себя новую пиварню. Это Айнгер. Блин, стоили бы они на соточку подешевле. Было бы вообще шикардосно, да? Не, нормально пивас. Пить можем. И всё, на этом прощаюсь. Увидимся завтра. С новым саботажем вышла новиночка. Адьос, амигос. Продолжение следует...